1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2022 год. Почему налогоплательщикам, которые не успели выполнить свои обязательства, стоит поторопиться, узнаем в сюжете. Подведены итоги очередной кампании по уплате имущественных налогов. Результаты неутешительные. Далеко не все владельцы недвижимости, земельных участков или транспортных средств выполнили в срок свои обязательства. С 1 января этого года по отношению к должникам изменились меры взыскания. С 1 января 2023 года введен институт единого налогового счета. И на сегодняшний день под задолженностью понимается понятие отрицательного сальда ЕНС. При наличии отрицательного сальда ЕНС налогоплательщику от налогового органа будет направлено требование об имеющейся задолженности с указанием суммы и срока уплаты. После чего данное заявление о внесении приказа о имеющейся задолженности будет направлено в судебные органы. После того, как судебный акт вступит в силу, денежные средства будут автоматически списывать со счетов недобросовестных налогоплательщиков. А тем, кто решил добровольно оплатить налоги после 1 декабря, нужно быть готовым к дополнительному платежу в виде уплаты начисленных пений. Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из формулы. То есть сумма задолженности умножена на ставку Центрального банка на 1,03 и на количество просроченных денег. Тем быстрее оплатят налогоплательщики свою задолженность, тем меньше им придется оплачивать сумму задолженности. Информацию о задолженности или отрицательном сальдо ЕНС налогоплательщики могут уточнить в личном кабинете, на сайте Федеральной налоговой службы, на портале Госуслуги, а также в МФЦ. Луиза Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.